здравствуйте это канал дикий лайф спасибо что вы с нами пожалуйста подписывайтесь на мой канал сегодня нашим гостем будет олег стариков военный эксперт здравствуйте у меня первый вопрос вы знаете прекрасно что сейчас все внимание в общем-то пристально к теме именно контрнаступления знаю что сегодня президент чехии делал заявление по этому поводу так как украинская власть очень осторожно но это так как вариант и он сказал о том что на сегодняшний день украины а он сам генерал военный я говорю о президенте чехии мол он считает есть только один шанс провести контрнаступление если она будет неудачным но ситуация будет развиваться иначе что вы по этому поводу скажите генерал петр павел он был который нынешний президент чехии он был председателем военного комитета это очень высокая должность он пользовался очень большим уважением не как даже по должности а по ему профессионализм поэтому его мнение к ему мнению прислушиваться вся военная общественность это первое второе дело в том что на это заявление уважаемые военные как-то должен отреагировать наш генеральный штаб то есть именно военный поэтому если нет никакой реакции но если в офис президента не отреагируют из военных штаб не отреагируют и предмет они отреагируют значит или соглашается или не соглашается в мире информационном мире это так и происходит поэтому то те я вообще-то сторонник того что такого рода заявления это политические они должны делаться именно рука выше военно-политическим руководством наших потому что я выше журналисты видите что комментируют все кто угодно только не наши власти которые дают очень скобную информацию их можно конечно понять потому что в любой войне в любой войне конкретно в любой войне все все комментарии они должны подлегать какой-то в самой цензуре а в российско-украинской войне это в принципе то что мы сейчас происходит на территории нашей страны это каждое слово должны иметь информационную нагрузку она должна быть 20 раз продумано и проверено и как-то нам синхронизировано поэтому давайте посмотрим на осталось-то недолго ждать недели две три недолго ждать потому что такого рода операции то есть наступательные действия вооруженных сил украины на конкретных южных направлениях в рамках сети центричной войны ведутся недолго вестись не могут они месяц-два и потом в принципе все станет ясно это мы перешли с весенней кампании зимние зимние весенние кампании 23 года вот извините за такой тюнисм плавно перешли летнюю кампанию 23 года поэтому ждать а кстати олегович кстати петр павел он попытался исправиться да как были уточнить свою позицию он сказал что это будет единый шанс в этом году провести контрнаступление намекая на то что в следующем году возможно либо начнутся какие-то этапы переговоров заморозка конфликта и только в следующем году украина сможет аккумулировать определенные силы для второго броска но я немножечко хотел бы от этого уйти мы говорить будем о контрнаступлении далее но все-таки вот ситуация с заявлениями президента сша байдена который четко сказал что пока скоро саммит на то украине а никто ничего не будет предлагать относительно полноправного членства но и соответственно заявление столтенберга о том что надо с этим смириться но украина пока что на то не будет до юра и дефакту дело в том что я еще и до войны говорил и на ваших эфира и сейчас говорю до тех пор пока мы выполним все критерии которые при член при вступлении в нато нас на то никто не почему-то власть решила что военная составляющая военная составляющая который мы сейчас реально показываем и наша армия выходит мы не будем сейчас смириться какая-то какая армия имеется ввиду по рангу и то подобное но мы единственная армия индустриального государства которым ведем войну с таким же индустриальным государством и в этой в этой войне мы проигрываем и мы ведем войну на разу и поэтому если опять же наша власть думает что только военная составляющая будет главная нет в принципе президент байден об этом сказал висково да а другая составляющая я хочу в принципе зрителям чуть-чуть напомнить что две тысячи восьмом году да по будапештке саммит был на то да когда украина не приняли не дали подачи а далее сказали что будет такой формат как комиссия украины на то одно самое главное не формат а самое главное не будет представлена так называемая речная национальная программа педагоги комиссии украина что это такое вот это и есть подачки и тогда хавер талан нашей делегации сказал вы получили педачи выполняйте так вот 2008 года в настоящее время мы выполняем эту речную национальную программу я хочу дать маленькую справку по кабинет министров утвердил речную национальную программу 23 февраля 22 года про как раз накануне вторжение и ногу ну ее на двадцать второй год никто не выполнял на двадцать третий год вообще она не отрабатывает так вот что самое главное в это речную национальную программу состоит из пяти разделов так первый раздел там основной он называется полит и политичные то экономичные пытания как друга это обороны то висковое пытание так вот висковое пытание мы выполняем потом есть некоторые вопросы стандарты над и стандарты это отдельная тема но выполняем а политично это экономичное пытание а вот там связано со всем тем что соответствует чему но самое основное борьба с коррупцией политично и политическая система судебная система это свобода слова ну и все что связано жизнью государства экономичный переход государства экономичные пытания то есть малый и средний бизнес большой бизнес все те что вы же журналисты говорят обороны пытания опять же это связано том что министерство обороны должно быть проблем то есть скандалов которые есть от минобороны их быть не должно опять же зрители должны знать что согласно закону украины про национальную успеху украины у нас разделено минобороны отбройных сил то есть минобороны не управляет бройными силами минобороны осуществляют военно-политично кирова к ревнец то черт военно по это что означает минобороны выпускает директивы палец стратегию военной безопасности но она не командует командует вооруженными силами главком а главком подчиняется кому верховному главнокомандующим но то есть я понял вашу мысль на мне если честно немножечко я другом то есть вот эти все разговоры и как бы убеждения украинского общества властью о том что вот сейчас нато пересмотрит отношение к нам это оказалось ложью это оказалось фальшивкой а затем начали говорить о каких-то гарантиях да вместо того чтобы предложить план приближения и вступления в эту организацию то есть это все фикса нет еще нато предложила 2008 году этот план пдч который называется речной национальной программ они предложили они говорят просили умоляли требовали выполнять его я на всех эфирах кричал во всех эфирах когда было до войны представительной власти выполняете речную национальную программу они насмотрели на меня стеклянными глазами и не понимали что это такая что ты такая речная национальная программа таково почему президент байден сказал что украины и да член подвече то есть будет голосовать против кстати знаете кто вы до войны против вступления украины в нато было пять стран чего чита 4 5 колебал можно сказать испания там италия они две колебали а сейчас уже 11 11 а было 5 а получается мы висково пытание мы защищаем европу ведем такую войну да а уже а больше так вот самые основные в европе кто против штата и германии то есть штаты и германия совершенно против и последнее что было очень важно вы в нато выполняет все решения которые приняты на сами такой девяносто девятом году в вашингтонском саммите было принято решение что все страны принимаются только через подачи финляндия все что связано подачи записан она это уже давно выполнен вот она мы домой год выиграете то есть ну гражданам украины греот а фиду приняли без подачи она афина уже давно приняли принято финны это демократическая страна демократичная страна которая в по всем рейтингам борьбы с коррупцией коррупции она вообще нулевая толерантность коррупции вообще там коррупции нету норвегия финны датчане вот именно на первом месте то есть у них коррупции отсутствует второе политическая система у них вы развита следующая страна с рыночной экономикой ну и тому подобное все что связано с этим вопросами к штукер до вооруженных сил у них небольшие вот так вот на то это не военно-политично а политиков военный блок военный блок так вот на первом месте лидеры стран ставят политичные вопросы они военные ну да тема очень сложная и как бы слабая перспективная несмотря на заявление и оптимизм который излечает официальный кейт теперь ситуация с блинкиным и поездкой в китай вы знаете буквально недавно да была лажа то есть за шара китайского которые американцы сбили блинкин отказался ехать в китай с визитом теперь ситуация изменилась я так понимаю что пришло время ну и мы созерцаем вояж блинкина к сиди пиню скажите чего вы ожидаете как это повлияет на ситуацию в украине я говорю российско украинской войне и соответственно что полезного для америки будет в первую очередь я говорю во внешней политике после этого визита маленькая справка у госсекретра блинкина не сложились личные отношения бывшим министром иностранных дел от китайской народной республики в англии он никуда кстати не делся он сейчас выставляет департамент при си цзи пинь который занимается формированием внешней политики а министр иностранных дел это другой человек который бывший посол в российской федерации китая вот так вот ну вы уж меня не выслужите пожалуйста такую два раза в анкоридже там была встреча у них где-то в девятнадцатом или двадцатом году еще до съезда кпк который сейчас произошел переизбрание так называемый поли-дюро военный совет так вот в то время был министром иностранных дел в англии так он к ванкоридже там дошло до того что китайские представители вообще вышли и вставили госсекретаря нами но как умеет восточные люди восточные люди умеют это делать они лицо они не ругают они голос не повышают они умеют это делать у них потеря лица это там и после этого на всех других форумах в том числе и на мюнхерском форуме до опять же до до выборов ванги из блинки на месте это первое второе по когда приезжал в россию председатель си в то время был между этими китаем российской федерации был заключен такой как они там углубленные сотрудничать там много всяких сотрудничать как именно ну что это значит это означает что ценю штат америки нарушены основную директиву то есть основной доктрину который выдвинул кисинджер когда он был госсекретарем а никсон был президентом назовем доктрина кисинджер в результате которой был и развален советский союз что в чем он означает этот о том что отношения между соединенными штатами америки должны быть намного лучше с россией и с китаем чем россии с китаем между между так вот в связи с этим вот таким пара провалом политики россия и китай сблизились и был и в сапе после того как приезжал председатель силы когда были договора заключены вы в госдепе был сначала шок потом истерика это реально такое следующее после поры после переизбрания министром иностранных дел стал до бывший посол китая китайской народной республики в российской федерации а вам и стал руководить и он вошел ну как у них полюбюро не полюбюро наши люди понимают политбюро у них как-то мы по-другому называется он председатель канцелярии по иностранным делам то есть он отвечает он это высшее политическое лицо отвечающие за дипломатию китайской народной республики то есть это начальник министра иностранных дел о котором вы его так вот действительно господин блинкин пытался ей поехать китай в китае его не принимал то есть они делали все возможное по-восточному субботом не принимать от просто 1 и теперь решили это их то есть они это все предыстории теперь что будет делать так вот гос и руководитель госдепа будет решать вопросы не украины он будет решать американский вопрос американские отношения он представляет америку он будет решать и американские вопросы с китаем вот эти вопросы были держат а потом уже 3 4 5 не связаны вы задали вопрос с украины так вот у китая есть своя ли то есть свой не свое свои 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 12 пунктов у президента зеленского есть свой план мира который поддерживается не штатами я так по своему по своему субъективному мнению думаю что никакого договоренности не будет именно какой план будет принят но то что эти две страны и полностью не намерены вести переходить в третью мировую войну которая выйдет до предела именно европейского тебя выйдет на предел эти европейской театра военных действий а потом естественно проводится третью мировую войну сначала коммерциальную а потом не дай бог ядер поэтому они поехали по этому делу разбираться вопрос тайваня он стоит очень узко так вот перед тем как госсекретарь туда летел некоторые сел самолет некоторые конгрессмены предлагали ему доехать на тайвань ну уж прекрасно в перейти в китай на тайвань вы же прекрасно понимаете то есть он залетел бы на тайвань китай уже больше не пустили и вообще бы все все пошло бы совершенно по другому пути так вот ястребы есть во всех странах и голуби но есть государство на политика так он руководитель высшее политическое руководство страны всегда должно решать свои вопросы так вот я ж говорю наше высшее военно-политическое руководство должно не смотреть ни налево ни направо вот этот патернализм который мы все думаем что у нас один старший брат был там москве сидел в крымле теперь другой старший брат вашингтоне и лондоне мы должны думать о себе и наши власть должны думать о своих национальных интересах а потом уже но я хочу сказать что вот госдеп заявил о том что блин кен приедет в китай в первую очередь разговаривать об украине и вот уже визит начался да и украинский вопрос уже поднят то есть я так думаю что украина будет доминировать так как сша планирует склонить китай к ну мягко говоря к меньшей активности сотрудничества по военной и другим направлениям с российской федерации как вы считаете поздно лепить боржоми или все-таки есть у блин кена аргументы которыми он может изменить ситуацию после переговорного процесса с идти или хотя бы минимизировать негативные последствия но то что они я же говорю то что они нарушили доктрину киссингера столетия которого это одна из самых тратегийских ошибок дипломатии и сейчас вы думаете он это исправит я думаю не исправит китай думает столетиями столетиями гонконг 99 лет что 99 лет и гонконг дождался гонконг вернулся в луна китай так же самое и тайвань войдет через определенное время мирным путем еще мирным путем будет присоединен китаю в мирным путем и после этого китай по уровне ввп обгонят с одним штат америки выполнить решение борта пассива кпк они до двадцать седьмого года запланировали по боевой по линии военной обогнать до тридцать пятого по линии воеваловнутренне по продуктам но сейчас посмотрим все так будет до двадцать седьмого перегонит маленькая справка когда си и путин встречались москве до тридцатого года не подписывали документы до тридцатого года это говорит о чем этот как раз входит в двадцать семь и тридцать пять до двадцать седьмой год и тридцатый год и половину взяли чтобы как раз это выполнить первое и по военным вопрос если бы китай бы оказывал помощь российской федерации военным плане именно не в военном плане то ценю штат америки об этом будет идет идет только помощь связанная с даже не товарами двойного назначения а мы связаны беспилотниками покупают розницу потом в россии собирать вот это это и это действительно есть но остановить это невозможно и второе чипы тоже собой чипы современной мире остановить невозможно потому что они маленькие это шить не танковый двигатель притащить да вот мали я просто так зрителям будет интересно на когда создавали ну харьковский танковый завод с бывшим советской судьи была основная проблема двигатели не могли делать не могут еще наша разведка украинская еще бывшим советской судьи но украинская разведка делала все возможное чтобы двигатель был с завода рейн металл тайна был выведен двигатель и вот этот двигатель который сидит на т-64 это немецкий двигатель один из лучших до сих пор у т-64 это один лучших надежных и тому подобное поэтому это известная кстати история да это кстати доступная история можно узнать и так во многих направлениях было сделано именно по такому механизму как вы описали ну а теперь вернемся к соединенным штатам америки ну и в общем чемпистрит американские сми вот допустим политику пишет о том что комитет из ассигнований вычеркнул с бюджетных планов пентагона поданных байденом в общем-то документы которые на рассмотрение в конгресс на два с половиной миллиарда долларов речь это производство ракет для украины они сказали мол слишком дорого и еще сказали не могут понять каким образом кто будет выполнять эту работу то есть сугубо технологические процессы но нам это все не близко мы понимаем если было отказано в рассмотрении этого вопроса в конгрессе значит не все ладно как говорил шекспир в датском королевстве это первый звоночек по вашему мнению или чисто техническая проблема решаемая буквально через пару дней но она дело в том что финансирование в соединенных штатах америки разделена исполнительная законодательная судебная и там нет такого понятия как телефонное право вот попробуй судье кто-то позвони из конгрессменов и то все поэтому у них это разделено так для того держат исполнительную власть держит законодательного а законодательного чем она отличается контроль за исполнительной властью кстати кому интересно всегда когда заслушивают министра обороны или руководителя церковь то надо просто не крик это все ну есть открытая часть есть закрыта вот посмотрите как заслушивают руководители силовых структур вот наш это не ходит на комитет да по оборот по беспеке обороны на розыске там там можно не прийти они попробуй не придет завтра говорить так вот когда даже не надо знать языка когда вы спрашивают такие уважаемые люди и политики и тому подобное и краснеет и белеет и дом так вот что делают законодатели они сейчас в любой момент они могут перекрыть как вы сказали могут прикрыть финансировать а раз могут перетекрить финансирование для этого тогда исполнительного конференции пентагон должны объяснить что как и ну всю всю книгологию как это будет мы посмотрим считаю необходимо подождать через месяц через два станет все ясно или это принципиальное решение республиканского большинства то есть принципиальное решение республиканского большинства чтобы уменьшить военную помощь украине или это просто какой-то технический сбой или связаны что-то где-то где-то что-то не прошло где-то ну знаете как торги это определенный тому подобное это есть во всех странах мира поэтому я думаю через месяц-два нам станет все ясно потому что такого рода ракеты если представлять нам при кому-то давать но нам давать они должны сниматься с боевых частей а раз они снимаются в боевые части становятся ограничены боегатуры а у них совершенно штатах совершенно структура подбора командиров и командир никогда не будет молчать то есть компьютер не будет молчать если у него его часть будет ограниченной боя готова это у нас только так и помолчи у них сразу выходит и говорят если он командует дивизии а у него на вооружение должно быть стороки а у него там 80 и что-то забрали он сразу об этом скажет напишет рапорт дело в том что снять командира три года 36 месяцев они на должности 36 методов снять его невозможно но за исключением там смерти измена родины там и то подобное а снять его невозможно поэтому они они ничего не боятся 36 месяцев генерал мили председатель комитета на берега начальника шума 48 так вот я я вот кричу опять же до войны и щас говорю примите стандарты на то стал стармаги административные по кадровому менеджменту для того чтобы эти ком назначайте командира снять его было невозможно они так что можно позвонить а ты тут сделаете он должен командир выполнять все в соответствии с уставами приказами но все что соответствует законодательству игры на а не какими-то забаганками там каких-то непонятных политик вернемся контрнаступлению скажите она все-таки началась или еще нет очень трудно обычному человеку который питается с информационной сферой я имею ввиду с информационного поля очень много противоречивая информация как военный эксперт что скажете дело в том что вот по этому вопросу есть только единая точка зрения это точка зрения власти ведутся наступательные действия на южном оперативном направлении можно назвать еще привести сюда слова генерала петра павла петра петр это имя петр павел генерал генерал он четырехзвездочный генерал четыре звезды значит в западном мире этим что ребеночник генерал если лучше 5 правильно как говорил я 5 звездочек нет это генерал генерал армии что-то америке это только 7 тем тем всем человек было за всю историю один адмирал такой же полный адмирал а так 4 генерал-майор генерал-майор полковник и так называемый формирующий операции вот будем дальше наблюдать что что происходит реально наступление идут ротно-тактической группы может в отдельных местах батальонно-тактической группы но это все подразумевает логикой что учат на военных кафедрах кафедрах в академии кафедры оперативного искусства и предусматривает военной наукой войны 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 поэтому то есть я понял что контрнаступление еще не начато а идет процесс проверки слабых мест противника вооруженными силами украины в виде каких-то точечных включений до точечных атак правильно я понимаю ну вы вы привели слова офиса президента я вот я там не работаю но если я так не у вас вы журналисты вот так так они говорят и я точно также другого я сказать то есть что-то другое добавить я не могу потому что самое лучшее вот эти кому интересно читайте сводки генерального штамма а теперь по поводу вот то что читаете да но американские сми еще раз говорю о определенных противоречиях которые в общем-то появляются они пишут о том что украина столкнулась серьезной проблемой даже не начал контрнаступление мол вот эти точечные удары да по вооруженным силам армии противника они ну не настолько успешно как планировалось и кроме того есть изна серьезная проблема ужасная проблема якобы американцы пишут о высоких потерях хотя руководство вооруженных сил украины об этом не говорит ничего не комментирует и как бы не проявляет особой активности подачи этой информации а вы думаете что это какая-то спланированная акция да там брос в информационное поле любой такой информации чтобы она вызывала сомнения определенной перспективности или это может быть завуалированная правда либо вообще открытая информация для нас со стороны американцев но в дело в том что потери являются самой закрытой информации секретной во всех во всех войнах поэтому оба копейте потери гнают только опять же генеральный штаб конкретный все остальное это еще что-то говорить это будет опять же не соответствует действительности и будет вредить вредить именно вредить нашей стране поэтому никто никто из наиболее ну из трезво мыслящих людей об этом говорить не будет смотрите какая интересная история вы вспомнили о офисе президента а я о world street journal это американское издание и там глава офиса владимира зеленского андрей ермак заявил что ну как бы обращаясь к историческим параллелям прошло что привело к сегодняшнему трагичному серьезному дню значит он заявил что второе минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с россией мол ермак ермак говорит о том что попытки вот этого договора были скованы соглашением заключенным под давлением запада и согласно которому уже априори москве по этим документам передавался контроль над частями украины но и ермак считает что теперь украине просто не нужен посредник мол мы сами будем решать свои проблемы что вы скажете по этому поводу и верите ли вы ермаком дело в том что он подтвердил мои слова что каждый руководитель каждый политик каждый руководитель избранный руководитель или назначены он должен решать задачи то есть быть решать задачи своей страны а не смотреть на какую-то другую поэтому здесь надо быть националистом полон понимание этого слова то есть работать на свою страну они оглядываются друг патернализм сейчас в этом это это вредит нашей стране просто надо этого бегу выбивать какой-то кухарка управляет государством должен выбивать на министр должен министр быть они непонятно откуда-то он пришел так же самое и смотреть и решать свои задачи не году тогда тогда и больше уважать поэтому я полностью согласен именно заявлением господина ермака что необходимо при всех решениях только преследовать национальные интересы страны где ты гражданином которой ты являешься а вот у нас были африканцы вообще конечно интересная история на моем веку а я помню было время когда то ли советский союз пытался помогать разрушать африканские конфликты то ли там мы принимали участие я имею ввиду украинские вооруженные силы в составе международных миротворческих контингентов вы же помните об этом да теперь уже африканцы приезжают нам с мирными инициативами вот недавно была делегация уважаемая из африки из юар потом они поехали в москву да как бы а скажите зачем нам играть в эти игры зеленский так открыто и хорошо принимал их ходил за руку да с президентом юар и так далее что нам от этого в мире мы находимся в центре того конфликта который все пытаются оказать посредниками и решают пытаются оказать помощь разрешает свои политические вопросы поэтому всегда надо знать и думать все по что что следующий шаг дипломатии чему она чему это все приведет поэтому если видят слабость то и начнут ездят ездят и будут ездить решать решать все что опять же свои политические вопросы поэтому они об этом то есть для украины вот эти визиты они важны или нет скажите мне пожалуйста или это просто формальность все равно как бы мы преследуем свои нет я же пьетом хорошо скажу так и скажу короче украину сейчас поддерживает 50 стран так называемых 50 стран которые нам оказывают из из сто девяносто семей уходящих в организации бизнес нас то что они голосуют связанные вот по резолюциях да и не голосует там штраф 10 против голосу якобы но это не означает что они на нашей стороне они принтера гитар с нейтралитет и находятся так нейтрально так вот наша задача делать так что все страны были на нашей стране и какие-то страны это страны глобального либо вот это представитель африки это страны глобального ли и наша задача перетянуть их на свою сторону чтобы они были на нашей стороне так вот после визита который мы посмотрим при очередном голосовании на генеральной цепи оон как как эти страны проголосуется на линии проголосую вот это и будет в результат визита как так я могу сказать что они лишь понимаете что африка это своеобразный континент эти люди являются элитой тех стран они имеют самое лучшее образование не или зависимости того где раньше были колонии теста там и заканчивали вузы правильный в основном там или кембридж или отвар или там во франции сорбон сорбона да они они знают по пять по шесть языков и представьте они в своей среде они вышли на самый верх а в их не среди там такое творится ну мы понимаем какие то есть короче говоря местные авторитеты и поддержкой для нас необходимо в данной ситуации конечно это это люди еще раз говорю это люди которые являются элитой своих стран они пользуются не только авторитетом своей стране но их выбрала вся африка африка выбор африка сейчас это тот континент который еще не отсвоен это тот континент куда украине украина может поставлять свою продукцию может мы верта уже поделим можем туда свою продукцию поставлять они берут все а если мы их не перетянут на свою сторону они стали торговать не они сейчас понимаю них одна из основных задач политически мы откидываем основная задача чтобы зерно и и удобрение ну что еще там выпускаем они по они покупают все что угодно то есть покупают у них рынок открыт ну да тема достаточно интересная перспектива но в любом случае до последнего времени трудно было представить что все так обернется именно таким образом я говорю о присутствии лидеров африканских стран на украинской земле и поиск решения вот это вот конфликтной ситуации имеющие ужасные последствия но теперь все-таки темы которые на слуху это очень интересно значит вы видели да что и путин комментировал где сейчас отсутствует или где присутствует заложенный мог его не видно и не слышно дальше история с главным разведчиком украины будановым сейчас распространяет информацию что якобы тяжело ранен был в коме многие называют это фейком вот что это вообще такое и почему об этом так активно говорят ну начну со второго руководители военной разведки во всех странах мира а мы засекречены то есть чувак перестал давать интервью и все о нем уже говорят что он погиб или там находится где-то я сказал что я сказал дело в том что у него военная разведка выполняет очень много функций более во время войны это ж не только висков нет этаж не только висков это военное военное украинскими весь висковый есть военный стратегическое радио функции такие что нету даже у службы внешней разведки и он должен быть я говорю лицо засекречено без имени без фамилии его никто не должен знать но до последнего времени он же постоянно находился в интервью просто не ко мне не я же его руководитель я спрашиваю ваше компетентное мнение я компетентное мнение сказал это самое 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 что назначен он должен выполнять функцию а то что стал появляться на экранах очень у военных это вызывало очень военных которые понимают о чем речь но уровня оперативно-оперативно-стратегическое стратегическое это вызывало много вопрос вызывала вот у меня вызывал второй генерал-доложник это главком главком не может в военнослужащие может находиться только в несколько состояний или на службе или в госпитале или в командировке или в отпуске вот четыре состояния военнослужащие может еще что-то у меня а еще снова и знаете я когда уволился потом мои подчиненные игрок где такой декрете игру что вот можно можно военнослужащему в декрете жена ну ребёнок родился жена работает а военнослужащий в декрете оказывающему все может декрете но это как маленькое такое то что такое то я в сторону чуть ушел так вот это четыре состояния дело в том что все идет по приказам дело и если идет по приказам следующее это приказы он приказывает быть часов выполнить обовески такой-то генерал кто-то видел этот приказ никто не видел нашел нашего эти боли это прекрасный секрет раз этого нету значит главком залужный выполнять все свои за все задачи связаны с подписанием документов назначение на должность перевод мы планы боевые и тому подобное все это подписывает потому что в армии все должно быть конкретно во время боевых действий все боевое распоряжение ты ты выполняешь когда тебя бумагу пришли боевое распоряжение то есть по конкретно публикация дает не по твой прямой непосредственно и прямой начальник командир поэтому городского там где-то находится как а как его войска войны ну как он находится боевые боевые распоряжения это идут и подпись никто что фоксмилета такой нет игру такого быть нет невозможно что где-то вот как министерство как что-то что-то там 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 подписывать нет такого в армии совершенно система другая поэтому здесь больше связанная опять же политическая ну ты все информационные составляющие чем я про генерала должен чем с реальным состоянием но вот еще одна яркая тема которая на слуху значит путин назвал зеленского что там не хочу как бы перевирать но типа позор еврейского народа это сказал президент россии страна которая воюет с украины но вопрос почему он это сказала такой форма или в такой форме это как бы другая история но насколько я знаю представители политикума общественные деятели руководителям общественных организаций в израиле я же не говорю про представителей украинское еврейского сообщества до выступили с заявлениями сказали что они не поддерживают путина гордятся типа зеленским да как бы но в то же время украинский мид обратился к миду израиля и попросил объяснить почему они не реагируют на заявление путина то есть молчат не вызывают российского посла и вообще не высказывается по этой теме откомментируйте ситуацию что вы скажете о этой проблематике но это тоже связано с информационной составляющей это это не сколько политика сколько информационная составляющая это не не поддерживается всеми странами всеми лидерами это не поддерживается потому что никогда не переходят к один лидер в отношении другого никогда не говорит если ты серьезный человек я но я же такой товарищ бульбаш который называл зеленского гнидой мышь мы сейчас говорим еще раз мы говорим вы спрашивали меня делегации с африки я сказал это серьезные хорошо хорошо я забираю свои слова назад потом про гос руководителя госдеп это серьезный человек потом вам и вот мышь и про серьезных людей грамм про дипломат дипломаты и руководитель страны это же выше это высший дипломат и когда ты опускаешься до такого то это не соответствует нормам поведения руководителя страны поэтому это не красит опять же того человека который сказал но мы очередной раз убедились что что-то когда начинаешь обзываться ну это наверно может быть даже элемент какого-то отчаяния но я опять же груди от серьезно серьезно так это все знаете это как песочник это мы это тоже понимаем вот я закончил противник очень серьезный российской федерации который напал это серьезный противник и к ним надо относиться очень серьезно я я всегда шапка закидательства это приводит к очень последствиям а тут видим что перешло на на другой и военные опять же грубоед и военная элита и перелита политическая не относятся отнесутся к этому относятся к этому отрицать ну вот что касается наступления это интересная тема многие эксперты почему-то очень скептически относятся к украинским военным компаниям это эффект или последствия работы в информационном пространстве российских определенных каких-то заявлений из на каких-то информационных операций до по формирования общественного мнения или все таки это может выглядеть правдой но той правды которая нам пока она как бы просто не заходит и мне даже нет слов по этому поводу дело в том что вы цене что-то америке был бы жил джон бой не джеймс джой джон бой это полковник ввс который создал новую теорию так называемую циклы бой вот поэтому циклом бой да сейчас воюет не то есть встроить свои вооруженные силы и операции планируют и не штат америке все страны но и мы уже к этому пришли мы вы именно в оперативном мы уже подошли к оперативной совместимости и вооруженными целыми странно это что означает это означает он он будет ракал но он еще ввел так называемых три термина первый термин от войне есть три составляющая ментальная война морального и собственно война под война ведется бы а вот и и сети три термина три составляющие они равнозначны поэтому ментальная моральная война и так называемое когнитивные искажения информационные войны почему мы называем один слон информационный уровень так вот что вы у меня спросили, это в рамках информационной войны. То есть это обычная туфта, в которую верить не особо стоит, правильно? Еще раз, это информационные войны. Они направлены на искажение, опять же, на искажение восприятия. И это так называемая боевая пропаганда, если брать на тактическом уровне, на оперативном ИПСУ, на стратегическом информационном. Поэтому само по себе к этому надо относиться очень серьезно. Раз. И второе. Есть противодействие информационного противодействия такого рода вкидам и такого рода информации. Поэтому у нас созданы в наших вооруженных силах есть соответствующие подразделения. Так же самые такие подразделения есть в Оренботах, такие подразделения есть и люди, которые занимаются в офисе президента. Они должны выявлять их на ранней стадии и делать все возможное, чтобы их это воздействие уменьшило. Я напомню, что вот эта вся история, она как бы толчется именно в западной прессе, особенно американской почему-то, хотя Америка претендует на то, чтобы нас убеждать, мол, они очень активно готовы поддерживать Украину, но в то же время такие вот заявки на победу существуют. Но я о другом. Ну я же об этом, да, то есть на самом деле это все выглядит как определенная заказуха. Более того, вот европейцы, например, заявили и сказали, что успех контрнаступления не изменит или не успех контрнаступления Украины не изменит их отношение к Украине. То есть они как помогали военной помощью, так и будут помогать, даже если Украина что-то пойдет не так. То есть эта помощь никоим образом не минимизируется и отношение не изменится. Напомню, что администрация Байдена несколько раз давала тоже понять, что они готовы при любом раскладе в дальнейшем еще более активно даже помогать Украине. Но посмотрим, чем отличаются заявления от практических дел. Ну и, в общем-то, мой последний вопрос. Значит, почему я коснулся темы вот этих вот вбросов? Значит, аргументация такая, мол, настолько сильная линия обороны, да, выстроена за это время типа русскими, что украинской армии ну просто будет очень сложно ее преодолеть. Кроме того, что будут огромные потери и, конечно же, будет, в общем-то, потери не только в живой силе, но и в той технике, которую предоставляет нам Запад. И говорить о том, что в этом году вернется все на границе 1991 года потенциально невозможно. Это такая информационная атака и такие заявления в СМИ. А вы, как военный эксперт, как вы считаете, Украине может удастся вот это контрнаступление потенциально? Сможет ли она серьезно продвинуться и как бы побороть вот те укрепрайоны, которые сейчас на пути в южном направлении? По вашему мнению? Война это такая штука, которая никто не скажет, что будет завтра. Но есть такое понятие начальная военная подготовка. Ну, в школе, да, если сейчас это, ну, как люди старшего поколения помнят. Потом военное дело, потом военная наука и военное искусство. Наука, как физика, как экономика, как математика, наука и военное искусство. искусство, это управление войсками. Так вот, побеждают полководцы, а не солдаты. У нас, думаю, что солдаты, вообще-то военно-воестражение побеждают, люди, то есть генералы передумывают друг друга. Так вот, опять же, я на ваших эфирах всегда кричал, так же самое везде, на всех эфирах кричал. Недооценка противника приводит к плачевным результатам. Прочитайте книгу Нормана Диксона «Психология военной некомпетентности». Там об этом написано. Так вот, у нас и рассказывали, что там одни долбодятлы, там одни побегут, тому подобное. Русня побежит. Так вот, они что сделали за это место? Переназначили командующих, генерала, сколько они там переназначили? Назначили командующих, и они построили линии, инженерные сооружения в соответствии с военной наукой и военным искусством. Именно в том, именно в том понимании, о чем я говорю. Так вот, в настоящее время, опять же, построили, сейчас вот мы даже не можем дойти до предполья, выйти, предполья, дойти до первого рубежа обороны, даже до первой линии. Доходим, и в некоторых местах даже не можем закрепиться. А это 20 километров. Еще раз говорю, вот это 20 километров. Рубеж обороны. Предполье это минные поля. Да, есть над чем задуматься, есть о чем говорить. Но в любом случае трудно с вами не согласиться, недооценка, она расслабляет, поэтому нужно все-таки понимать, с кем мы имеем дело. Олег Иванович, большое вам спасибо за ваши ответы на мои вопросы, спасибо, что нашли время, спасибо, что вы общались со мной и со зрителями канала Дики Лайв. Олег Стариков, военный эксперт, сегодня был нашим гостем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал с большим уважением, Виталий Дики, и не теряйте оптимизм. Через небольшой промежуток времени снова встретимся.